Виновники трагедии в Одессе должны понести наказание. Об этом заявил лидер оппозиционного блока. Юрий Бойко сегодня побывал на панихиде, где почтил память жертв вместе с родственниками погибших. Люди возмущены тем, что спустя 4 года никто не наказан, а судебный процесс, по их мнению, попросту затягивает. Все подробности в материале. 2 мая погиб мой сын. Леонид Пересовский. Ой, я не могу говорить. Со слезами на глазах Нианила Березовская вспоминает гибель сына. Его тело родственники искали около недели. И 8 числа я говорю отцу, давай езжай, там ищи его. Он поехал с дочкой, там они его нашли. Что сказать? Это, конечно, ужасно. Мужа опознали только по фото, вспоминает Елена Брыгарь. Теперь она одна воспитывает 4 детей. В морг, действительно, это был мой муж. По фотографии я увидела, что у него левая сторона была. Ну вот, то ли там выстрел был с затылка, то ли, ну что-то такое. Спустя 4 года после трагических событий утверждают родственники. Тела погибших хотят эксгумировать. По их мнению, это один из способов затянуть судебный процесс. Люди утверждают, слушание регулярно переносят. Обвиняемые не приходят на судебные заседания. Виновных не найдено. Трагические события в Доме профсоюзов сегодня вспоминали и оппозиционные депутаты. Юрий Бойко посетил Одессу, где встречался с родственниками погибших. Люди сообщили, что их права на честный суд нарушаются. И попросили парламентариев о помощи. После этого лидер оппозиционного блока вместе с нардепом Николаем Скориком приняли участие в панихиде по погибшим, которая прошла в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре. Поминальные службы сегодня прошли во всех храмах города. Это день скорби для Одессы. И мы приезжаем сюда разделить эту скорбь, особенно с родственниками погибших, которых более 50 человек. И мы видим, что сейчас идет колоссальное давление на этих родственников. Они и так потеряли близких. А на них еще идет такое давление психологическое, моральное. И людям требуется помочь. Помощь требуется всей стране и всем одесситам. И то, что сейчас практически заблокировано и не расследуется, это страшная трагедия. Это свидетельство о негодности сегодняшней власти, которая боится расследования, которая его не проводит. Четвертый год подряд, 2 мая, в Одессу приезжают оппозиционные депутаты, подчеркивает Юрий Бойко. Каждый визит, говорит лидер полицилы, пытаются сорвать радикально настроенные группы. У них уже эта национальная игра стала, как не пустить и меня, и моих коллег в Одессу. Ничего не получится. Мы все равно будем приезжать каждый год вместе с одесситами, скорбеть, проходить в храмах службы. Плохо то, что мэр города обманул своих же граждан и не поставил памятник на этом месте, хотя обещал несколько раз. В свою очередь оппозиционеры заверили, будут добиваться, чтобы виновные этой трагедии понесли справедливое наказание. Александр Васильченко, Вадим Сверидонов, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер из Одессы.